Ну что ж, дорогие друзья, продолжаем нашу мануальную технику работы с шеем. С шеей мы делаем сейчас массаж шейно-воротниковой зоны и у нас сет номер 4. Так, вспомним, мы закончили на такой фигуре, которая называется еврейский канделябр. Размяли все, стерли, да, и руки у нас остались вот на этом положении. Сразу же переходим к работе локтями, растираем, начиная от лопаток, быстрыми энергичными движениями, трапециевидные мышцы вместе с шеей. Опять же у нас движение идет, как помните, мы входили, делали нож в масло от остырья, это мизинец у нас до самого толстого места, и кончиком локтя мы поддеваем трапецию. Движение идет вот так, растерли, да, а потом целиком поднимаем трапецию дополнительно. Это называется запуск ракет. Ракета пошла, первая пошла, из-400 или из-500, какими? Искандер. Искандер, торнадо. Вот, после этого ставим пальчики, ну как бы лапа леопарда, да, вот здесь мы будем зажимать саму трапециевидную мышцу, для того, чтобы ее только не сильно жмем, да, а как бы для вибрации. Чтобы нормально прошла вибрация, и у вас лишний раз запястье не было задействовано, мы вибрируем всем телом. Для этого локоть ставим в одну линию с пальцами, то есть вот на этом уровне. И ведем рукой от начала мышц шеи, от черепа, то есть переходим на трапециевидную, и до конца, до косточки плеча, до крымиального отростка. Показываю. Раз, другой рукой, два. То есть у меня движется практически вот все плечом, видите. А там стряска такая асимметричная, одна рука против другой идет, да. И сразу делаем руки в кулачки, и упираемся до конца, плотно прямо ему в трапецию. И то, чтобы себе был упор, можно даже отойти максимально назад. Посмотрите на мое тело, мое положение, да. И силой продавливаем до глубины, да сколько возможно. До глубины души, да. Оттягиваем шею на декомпрессию, видите, вытягиваем. Для этого я ногой упираюсь, и вот смотрите, тянусь прямо назад, всем телом, всем корпусом. И ребрами рук развожу теперь шейные мышцы в сторону от центра к периферии. Поднимаем трапецию, и опять уходим сюда. Сразу руки превращаются в лапу леопарда. Лапу леопардом мы делаем шестеренки. Несколько проходов, получается, от черепа до аккормиального отростка, и в обратную сторону. И что интересно, вот как раз очень заметно смысл шестеренки. То есть мышца прошла и сбросилась, соседший пальц, прошла и сбросилась, 3-я пошла и сбросилась, 4-я сбросилась. То есть она как бы так вот несколько раз колеблется, понимаете? Не знаю, наверное, достаточно приятный такой прием, да? Вот, и еще раз подходим к черепу, и тянем на себя декомпрессию. Тянем на себя. Сразу же здесь встали на пальчики, да? Вот распрямили руки. И пальцы у нас вокруг черепа, относительно вот его оси, они стоят симметрично. И, оказывается, попадают как раз на те самые точки, где бывает перенапряжение у людей в мышцах, в шейных мышцах. Здесь мы используем технику широтцу, начиная с мизинца. То есть, вспомните, вкручиваемся и вывинчиваемся мягко. Потом следующий палец, вкручиваемся и вывинчиваемся. Следующий. Вот такая вибрация получается. Но делаем это одновременно. Мизинцами, безымянными. Палец каланча, указатель на палец. И остается местное незадействие по центру. Там как раз находится вход в череп, к продолговатому мозгу. Практично добраться, конечно, нельзя. Но вот туда мы направляем энергию внутрь. Для этого палец превращается в такой крючок. Как бы череп одеваем на крючок. Раз. И вибрируем со всей силой. В этот момент ваше тело расслаблено. Вы можете стоять, какое-то там танцевать. А человек получает кайф. Но тут можно три точки найти. Самую близкую к позвонку, где он там входит. Потом подальше, уже на самом черепе. И сверху тут бывает косточка. У некоторых людей достаточно выраженная. Прямо выпирает такая шишечка. Вот за эту шишечку тоже зацепившись. Можно провибрировать. Ну, делать это может любым пальцем. Каким вам удобнее. Если у вас так не сгибается, да, вот этот палец. То возьмите, согните, указать. Ой, большой палец, да. Некоторых людей прям аж в глазах от этого тенеет. Такая бодрость восстановится. Потом разминаем всю вот эту вот зону, где начинается волосяная часть головы. Здесь еще мышцы только переходят в сухожилия еще не до конца. Но, как вы знаете, все мышцы, они заканчиваются сухожилиями. И на черепе формируется такой сухожильный шлем. От этого бывают как раз и головные боли, и мигрени, и бессонницы, и хроническая усталость. Или, наоборот, сонливость. В общем, вот поэтому эту зону надо достаточно тщательно прорабатывать. Смотрите, кому позволено, можно делать шестеренки лапы леопарда. Кто терпит, да, если люди не терпят, то мягонько пальчиками. Зона достаточно болезненная. Вот, на этом у нас закончился сет номер 4. А в следующем сете номер 5 я вам расскажу кое-что еще интересно. Новые дополнительные приемчики. Поэтому, чтобы не потеряться, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. И приходите на наши тренинги.